МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"В условиях санкций нельзя допустить роста цен", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, сегодня весь бизнес должен стать национальным и помогать укреплять экономику. В Ростуризме сообщили, что власти Турции, Египта и Тунисса не планируют вводить ограничения для российских туристов. Популярные курорты этих стран продолжат принимать россиян. Завод Соллерсфорд в Елабуге приостановит производство автомобилей с 3 марта. Ранее немецкий концерн BMW прекратил сборку автомобилей в Калининграде на заводе Автотор. Китай не намерен присоединяться к односторонним санкциям против России. Об этом заявил глава Комитета по контролю за банковской и страховой деятельностью КНР «Гошуцин». Пекин продолжит сотрудничать с Москвой в сфере торговли. В Словакию за последние сутки прибыло более 12 тысяч беженцев с Украины. Для них развернут временный лагерь в пограничном пункте пропуска «Вишни немецкие». Принуждение к миру киевских провокаторов и сдерживание агрессивности НАТО на Украине сегодня насущное веление времени. Такова позиция КПРФ по вопросу о специальной военной операции, которая проводится в эти дни. Коммунисты подчеркивают, некогда цветущую независимую Украину превратили в военную площадку для продвижения сил НАТО к России. Вынужден Путин был сказать до Центра управления Москве заряд будет лететь 4-5 минут. Вы не примите никакого ответственного решения. Вам вырубают систему управления и берут вас тепленько. С этим согласится ни один народ, ни один руководитель не может. Поэтому операция по принуждению к миру в принципе абсолютно обоснована. Я понимаю, что это трудные решения, я понимаю для многих. И я понимаю, я сам был во всех горячих точках, сам три года служил в армии, я понимаю. Но без ликвидации этой угрозы сегодня, завтра будет большая драка и война. В КПРФ уверены, те, кто в течение последних восьми лет обстреливал Донбасс, свой выбор сделали. Их надо принудить к миру. Россия пошла на вынужденный шаг до того, чтобы не допустить эскалации этого конфликта уже возможно на территорию не только Донбасса, но и территории Российской Федерации. Потому что накачка украинского нацистского режима и фактически война против России, открыта или не открыта, это возможности были уже с завтрашнего дня. Под влиянием Запада и националистов украинская власть игнорировала Минские соглашения. Тревожным сигналом прозвучало заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотреть отказ от ядерного оружия. Эксперты подчеркивают, внутренняя агрессивная националистическая политика превратила страну во взрывоопасный котел. Рядом под боком в Российской Федерации у нас зрело, вызревало, зародилось и подпитывалось денежными средствами, покровительством США, новое фашистское, можно так сказать, новое фашистское государство с принципами существования теми, которые были еще заложены при Гитлере и поддержаны новыми так называемыми героями Бандера и Шухевичем. После завершения операции по принуждению к миру Россия и Украина смогут прийти к соглашению о восстановлении связей, убеждены в КПРФ. Но сейчас нашей стране надо научиться жить в условиях беспрецедентных санкций. Это возможно только при условии перехода на новые рельсы экономики. Мы живем в совершенно другой экономической и социальной парадигме, чем было еще несколько дней назад. Те санкции, которые сейчас применяются по отношению к Российской Федерации, это наиболее сильные санкции даже по сравнению с тем, что было применено и в 2014 году, было очевидно, и даже против Советского Союза, потому что Советский Союз был самодостаточным государством, с мощной социальной экономической системой в рамках СЭФ. Системная борьба с бедностью, финансирование реального сектора экономики. Коммунисты уверены, если не принять эти меры сейчас, можно потерять страну. Это тот путь, о котором говорила наша партия. Это путь суверенной экономики, путь развития промышленности, путь национализации природно-сырьевой базы и промышленности, путь, связанный с введением прогрессивной шкалы налогообложения, путь необходимости перехода к плановой системе, создании госплана. То есть именно вот эта политика и реализация наших программных установок, она позволит стране достаточно успешно развиваться.